Рабочие вскрывают очередной участок городской сети горячего водоснабжения. Задача – переложить трубы, заменить пришедшие в негодность лотки. Таких точек в Саранске много. Всего на это лето запланирована реконструкция 11 километров коммуникаций. Выполнили на сегодняшний день 94% работ. На данный момент потребителю вода подается по одной трубе, то есть нет циркуляции, обратный трубопровод отсутствовал. Ну, это в силу исторических событий, здесь его никогда просто не было. Мы боремся за качество, подаваемое в ресурсы, и чтобы потребитель получал горячую воду согласно всех санитарных норм и правил. Именно для этого проводятся вот эти работы. И после их окончания проведения потребитель будет получать качественную услугу. Это значит, что из кранов горячая вода будет течь сразу горячей, спускать воду, а значит и деньги больше не нужно. Проблема ржавой воды, на которую так часто жалуются горожане, тоже решится. Данные трубопроводы – это сшитый полиэтилен. До этого трубы были обычные металлические, которые подвержены, во-первых, коррозии, во-вторых, накипи, стальная труба, она ржавеет. А сшитый полиэтилен – это экологически чистый материал, во-вторых, не подвержен ржавчине и никаким отложениям на стенках трубопровода. И у него 50 лет, как производитель, обещает гарантию. Работа на перспективу. В ближайшие 50 лет раскапывать этот участок не будет нужды. На модернизацию системы горячего водоснабжения теплоэнергетики потратят 77 миллионов рублей. Но это только часть подготовки к зиме. Четыре теплопункта запланированы на северо-востоке. Два из них уже сделаны по улицам Пуркая, вот они Бибина и Кулыркая. Закончены работы, там сейчас ведется благоустройство, асфальтировка и озеленение. Два теплопункта, еще работы продолжаются, то есть до конца этого месяца они будут закончены. Чтобы работы прошли максимально незаметно для горожан, перекладку труб совместили с плановым отключением горячей воды. Подрядчики работают с продленным графиком, завершат реконструкцию к 1 сентября. Следы заметают, разрытые участки благоустраивают, зеленые зоны восстанавливают. Светлана Лашина, Александр Данилов. Наши новости.